друзья мои привет 3 марта день арбуза идем в лахту с павлом мартом смотрите вернулись мы к этому месту с красным домиком не видно мы сейчас туда двинемся с вами и с павлом мартом скажу что никого нет в кадре что фотографы не смотрят вообще место само но мы говорим как раз о том что это место в осенью зимой очень хорошо а летом видите зеленки много и уже не то ну это брали 29 и 9 молодой чек вы труп а никто не говорил что будет легко лестниц нет никаких еще испытаем твою обувь ну чего жив помаши нашим слушателям опять мы с вами вместе который называется лахта видел да чувак 20 подписчиков было не знаю сколько без страховки залез не смотрел видео эти присылал парень с питера они год готовились через охрану прошли так что ссылку прикреплю посмотрите 450 метров ну друзья мы вышли с вами на место с которого уже двое две фотки ушло в но смотрите чайки вылезли вообще я кто там утки до мужик кстати который меня подвозил кирилл он прошел через вот этот мост вниз и пошел на петроград q есть нормальный проход так что у кого есть лодка добро пожаловать в лахту его желание остановиться до при 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 отдохнуть вот сзади нас тут видите какая штуковина сап сап но мы и все-таки дальше пройдем маленько умеешь тут чайки летают в кадре ну вот мы смотрим видите сторона легендовский комплекс конец комендане здесь вот какие-то шины валяются ну посмотри даже в кадр смотри как вступаем в глубокий лес мне нравится мне нравится ваш ход мысли куда вы зашли мы еще никуда не зашли я думаю что там выход на протоку уже ну что есть шанс шанс из-за дождя то есть вы хотите обвинить погоду что ли в вашем неподготовленности кому не это мурнирование да то есть виноват дождь вот туда иди люди сидят ловит уже кого-то не знаю кого на ловит что-то вот здесь мы нужны все ради контента да да я спрашиваю павла дубль будет еще один или или теперь на твоем месте должен быть я даем использовать нам разряд по прыжкам или или ограничиться просто каким-то тилопа тилопа был такой точнее он существует такой просветленный буддист у него была интересная очень много всяких случаев я вспомню что у меня закончилась кунжутное масло так вот один из рассказов про него когда вы спрашивали в чем суть и он говорил что суть кунжутного зерна в его масле вот суть нашей арт-фотографии с павлом как раз наверное самом процессе вы согласны со мной что суть фотографии в процессе самом так же как тилопа говорил что думаю что рыба куда-то уплыл и ему так понравилось на лахте что он решил не возвращаться из этого сумасшествия мне нравится такой лес очень я люблю его на закате там на рассвете вообще супер конечно он влажный но красивый лес очень красивый и летом и осенью так что уходите в лес пока есть возможность такая пока лес еще существует снимайте смотрите какая красота я уже нашел один кадр мы сюда обязательно огромные огромные аисты гигантские обалдеть друзья мои Я тут подумал, пока снимал ветку Может быть, пока у меня новина нет Я использую нечто подобное Вот видите, у меня домки Мой самый первый, я его как новин использую У меня внутри сейчас здесь Камера И, соответственно, камера висит с батарейками Все удобно И стоп у меня здесь Могу, в принципе, его пристегнуть Так что вот такая модификация Какая красивая здесь вещь Я вам сейчас покажу Вот бывают моменты Когда вы заходите в лес Когда немного народу Когда свет не такой сильный, как сегодня То есть еще слабее Но сейчас влажно в лесу Поэтому некая атмосфера, дымки Я думаю, что вы это увидите И в том числе в 4К Который мы сегодня снимаем Мне тут говорят, что уже есть у нас сегодня С вами возможность Подснимать макро Ты что, уже сорвал, что ли? Ну, друзья У меня есть нож в викторинах с собой Ты что, все есть? Посмотри, какая красота Друзья мои Ничего не бывает просто так Будем сейчас с вами ракурс искать Старый и новый гриб Старый гриб лучше новый Не зря сделали это, да? Да положи его На, попробуй Заодно мы посмотрим Как разберется Специалист С вечной спичкой Я надеюсь, что разберется Да, да, да Ну, на самом деле Там промыкаешь любым материалом Бензином, там, чем угодно И она начинает загораться Вот эта ватка То есть вот Вечная спичка Чем она интересна Что она не промыкает А сюда заливаешь просто Любую жидкость Спиртосодержащую Я всегда говорю И вам повторяю Что надо залазить В самую гущу Где? Вон, смотрите Друзья мои В самую гущу залазишь И получаешь Что? Вот один грибочек Там дальше второй грибочек Здесь у нас третий грибочек А если дальше посмотреть Вот так же В этой плоскости Они идут линием всегда Поэтому вот эти треси срежешь На противоположном Да Вот дальше если продлить Там будут еще Срежешь? Викторинокс Вечный Друзья мои Еще раз повторяю всем Любителям хороших кадров И грибов Они так же как грибы То есть Чем гуще вы залазите Тем лучше грибы Вот мне сейчас Не полез бы туда, Павел Ничего бы не было Я ему сказал Что надо лезть Уже три набрали Еще два здесь Это мы Подозрение Что мы выходим В какой-то крике Там какое-то пространство пустое Камыш Сейчас кстати Пол первого Уже так хорошо парит Приятно Птички большие Почему? Это вудленд Конечно Я снимал тот вудленд Помнишь который? Это я в таком лесу снимал Ты в другом и не снимешь вудленд То не в теме Что такое вудленд Это дикое Такое Направление фотографии Когда красивые деревья Много-много деревьев О, ты не хочешь идти Да посмотри Ты только взглянь Вот он вудленд Настоящий Да посмотри Я даже ступать туда не хочу Да посмотри какая Вот широкий угол Посмотри Целое море Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Никогда не знаешь Куда заведет тропинка В какой лес И куда идти Направо или налево Вон домик там справа Слева О, слушай Сколько здесь Вот здесь, конечно Это белое Это белое Это лес для белых Я бы даже в сторону отошел Красота Что вы думаете по поводу такого освещения? Вот это освещение очень хорошее Если вы в таком лесу Да Сейчас солнце ушло Контраст низкий И то, что вот Фавлёныч любит Монотон Сепию Это для него идеальное место Осталось только найти Интересный необычный объект Арт Я бы сказал Сегодня у нас Никон и Сигма Павел Вы за собой несете дерево Правый ботинок Дерево прилипло Это этот Как его Дух леса Дух леса пристал Да Слушай, ну чем дальше Тем посмотри Какой цвет там дальше Фантастика Ну Да 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 А кто-то еще про Вудланд Сомневался Что не надо туда идти Были такие мысли У меня, кстати, тоже таким Гоните такие мысли прочь Если вы идете в лес Вы идете туда Если вы боитесь ходить в лес Ну, значит, вы, наверное, заяц А мы кто? Мы свиньи же, да? Ты же свинья тоже Кабан Ну вот, видишь Кабанам вообще Кот Они Хотя, слушай, недавно тут прочитал Аналитику Этой Финансовую И там, знаешь, какая фраза была В такие кризисы Медведи зарабатывают деньги Быки зарабатывают деньги А кабаны идут под нож Там такое было написано Но это не про наш В общем, друзья мои Дальше камыш И выход в лахту Дальше уже не пройти Без специального оборудования Поэтому мы с Павлом решили что? Возвращаться в Вудланд? Или куда? В Вудланд, да Рисупс варганить, да? Спички у нас есть Теперь вечно Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья мои Как вам атмосфера? Атмосфера отличная Вот посмотрите Павел изобрел тут новую конструкцию Как называется новая конструкция? Заглушка Заглушка Сбербанка? Да Зато на длинных выдержках Когда не было засветки У меня был такой момент Сбербанк, видишь, что для чего теперь используется? У меня тоже Сбербанковская карта используется Все Уже Для таких целей Видите, она зеленая, экологическая То есть не нарушает баланс Что у нас с установками? Ро опять Ро Все в ро? Все в ро Все в ро Итак, друзья Мы прибыли на ту локацию Которую я первую выбрал Ну, на самом деле В обратную сторону Более интересный кадр Но я это хочу тоже сделать Сейчас, видите Достаточно яркий свет Сверху Поэтому я Большую часть кадра Делаю низ Так называемый Попробую Ну и, конечно Снимаем со штатива Задержку поставим обязательно Я поставлю 10 секунд Изо я буду снижать Изо у меня будет Минимальный Буду снимать на На сотке Поскольку у меня Замечательный штатив эндуро Ну и 5,6 Сделаю глубину Даже давайте сделаем Чтобы у нас секунда Получилась Закроемся на восьмерку У нас полиционный фильтр Поэтому вся эта Дымочка уйдет И попробуем сделать На восьмерочке Гистограмма показывает Все очень ровно Четко Никаких вообще наплывов Просто идеальный горб Можно сказать Чтобы вы видели Какие показания Вот таким вот образом Это выглядит На моем дисплее Я думаю, что будет понятно Почему я выбрал эту точку И вот такая вот геометрия Я, конечно, ее сейчас Попробую загнать в угол Что вы по этому поводу думаете Но посмотрим сейчас еще Но я вам покажу Какую точку я выбрал И почему Бленду раньше называли В советские времена Противоросником Как раз здесь очень много Расы внизу Я поставил девятку И снимаю на полсекунде На одной шестой Выбрал среднюю точку Гиперфокала Достаточно глубоко закрылся Поэтому некий Хочу создать вам Антураж Такой дымки И мы сейчас еще сделаем Один кадр с 5,6 И я сфокусируюсь поближе Значит Выберу точку Немножко потрясу вас Но во все Во всяком случае Вы увидите, что я буду делать Я сделаю вот таким вот образом Я сфокусируюсь на ближний план Поставлю 5,6 Ну и сделаю такое некое размытие Боке приятное Там свет Достаточно интересный Вот таким вот образом Благодаря андуро У меня очень устойчивая конструкция Я могу снимать с низких точек Могу в принципе С самых нижних точек снять Если кому-то интересно Вот еще один ракурс Тот, который я хотел заснять Некая такая дорожка Но я с нижней точки сделаю Пару кадров Одна полностью на открытой Чтобы показать вам игру света И вторую я сниму на 5,6 Так, друзья мои Я еще обнаружил ничего интересного Я вам сейчас покажу Пока он не ударился Я сейчас покажу вам это место Значит, я хочу сделать боке Сзади вы видите вот такое растение А в переднем плане, видите У меня здесь есть некая улитка И я хочу вот такой сделать кадр Достаточно многосложный С учетом того, чтобы Эта улитка была крупным планом Мы сейчас попробуем с вами Несколько вариантов Так, друзья мои Я нашел интересный кадр Я уже его построил Но вам покажу Контровой свет Интересные боки Вот здесь улитка И она с усиками У нее вылазят усики Вот этот весь объект Я помещаю в кадр По диагонали Нижняя часть вот эта у меня Диагонали И с этой стороны у меня Контровой свет Я открываюсь на 2,8 И сниму еще на 5,6 У меня стоит противоросник Или, как вы говорите Знаете, бленда Поэтому За счет того, что яркий свет Вылазит растение Вот так Диагональная именно композиция И блески от леса Создают боке Удивительно Вот сейчас выходит свет Я вынужден Быстренько все это подснять Ребята, друзья Смотрите Есть таракане бега А есть паучины бега по кругу Видели, когда они такие паучины бега? Смотрите Нарезает круги по моему штативу Смотри Можно ставки принимать Ты на кого ставишь? Смотри Красный Красный паук По кругу бегает Дистанция 100 метров Павел сказал, что это жук-блогер Смотрите продолжляется Редактор субтитров А.Семкин